Екатеринбург общими усилиями мы отстояли. Стройка элитного жилого комплекса под видом храма на Октябрьской площади так и не началась. Это был первый протест в России, когда люди протестовали не против конкретных чиновников-исполнителей, не против какого-то объекта, а против двух системообразующих олигархов – Алтушкина и Казицына, которые настолько отдалились от народа, что не слышат, не видеть его не хотят. Да уж то уж там не слышат и не видят. Они нас холопом еще недавно называли. В результате получили от этих самых холопов по щам. Екатеринбург показал всей стране, как нужно бороться за свои права. Теперь мы разбираем ситуацию на Урале по косточкам. Сегодня поговорим о том, против кого вышли люди, чем занимаются те самые бизнес-структуры ОГМК и РМК, что спровоцировали протест, а также мы узнаем, кто народ разгонял. Итак, поехали! Еще один регион в России, который протестует – это Архангельская область. Кстати, протест там начался еще раньше, чем в Екатеринбурге, но административное решение в Архангельске до сих пор не принято. Несмотря на это, люди не отступают, не опускают руки, не уходят с места строительства гигантского полигона для московского мусора. Они просто не хотят, чтобы их дом превратился в столичную помойку. В следующих выпусках мы поговорим об этом подробнее. А пока просто посмотрите все это своими глазами. Следующие кадры мы оставляем без комментариев. «Отворите! Что творите? Что творите?» «Не все, свыкайся!» «А-а-а! Что делают?» «А-а-а!» 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 «Но ты видишь детей, кто их так кормит?» «Ты скажи, каким ты образом можешь заработать?» «Да ты расставшего народа, это будет народа все свои». «Слушаешь, что творится?» «Смотрите, что граждане пассажири!» «Обратите внимание, что творится у нас на поселке!» «Людей избивают!» «А-а-а!» «Я чувствую» Субтитры делал DimaTorzok 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 Наши мнения? Наши мнения? Наши мнения? Субтитры делал DimaTorzok Наши мнения? Наши мнения? Субтитры делал DimaTorzok Для успокоения граждан и возможности принятия более взвешенных решений Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Владимир Кольцов Субтитры делал DimaTorzok Значит, зачастую видим нарушения по всей вертикали исполнительной и судебной системы Об этом даже в свое время, в прошлом году говорил генеральный прокурор О том, что 14 тысяч незаконно осужденных сидит в тюрьмах и в других местах лишений Кто-нибудь за это понес наказание, что осудили 14 тысяч незаконно? Самое интересное, вот в этом и есть Потому что чиновник сегодня не несет ответственности Ни сотрудник правоохранения должной ответственности За нарушение федеральных законов, за злоупотребление, за превышение полномочий Как правило, значит, это всегда сходит с рук Почему? Потому что на волне 90-х выхолощено было имевшееся ранее законодательство Значит, ряд статей вообще убрали, сократили Сегодня нельзя, допустим, ряд очевидных преступников привлечь к ответственности Ввиду отсутствия нормальных законов Либо они привлекаются под домашним арестом и деньги уводят за границу, предположим Такие варианты тоже все знают Поэтому, когда утрачено верховенство закона А с учетом того, что сегодня наиздано различных законов, которые противоречат друг другу То есть есть законы, которые стоят в антагонизме Поэтому вся система не опирается на систему законодательного управления А сейчас вы узнаете, как УГМК, один из инвесторов строительства скандального храма в Екатеринбурге Отжимает мусорный полигон и по всему региону Сюжеты из города Нижняя Тура 9 мая в Нижней Туре загорелся городской мусорный полигон Причина возгорания доподлинно неизвестна Один из микрорайонов города в тот день окутала смогом В дежурную часть МЧС Нижней Туры поступило множество жалоб на едкий дым в жилом микрорайоне Пожарные отреагировали на возгорание и организовали дежурство на городской свалке Подобраться к очагу возгорания техника МЧС не смогла 9 числа возгорания было открытое горение Поэтому мы сразу меры определили технику, грунт, отсыпку и так далее, силы МЧС спасателей С 9 числа было открыто горение, но в течение 9-10 мы в активную фазу прошли тушение И там уже было просто задымление, так скажем Арендаторы полигона намерены расторгнуть контракт на его эксплуатацию Причины такого решения неизвестны Можно предположить, что есть проблемы с законностью на этом полигоне Мэр Нижней Туры заявил, что свалка уже не горит После этого мы сделали съемку с квадрокоптера И давайте вместе решим, сказал ли он правду или несколько слукавил По версии представителей администрации города, нижние слои свалки горят уже много лет Причиной столь сильного горения мусорного полигона Арендаторы свалки и работники администрации Нижней Туры называют то, что в этот период времени стояла жаркая погода На свалку свозили сухие листья после майских субботников Также на полигоне вышел из строя бульдозер, который производил прессование слоев мусора Активная фаза горения мусора через несколько дней завершилась Но характерный запах до сих пор можно ощутить в жилых районах Нижней Туры Предъявлять какие-то там штрафы, да, какому-либо юрлиц Которому этот арендатор, предыдущий арендатор Это все тут надо разбираться О том, что свалка как бы эксплуатировалась с нарушениями Вот мы это сейчас видим Вот это мы получили тот результат, который был в течение 10 лет последних А сколько вы занимаете данную должность? Полгода Главный вопрос к полигону заключается даже не в пожаре, а в документах и методах текущей эксплуатации Нижне-Туринская свалка не лицензирована Полигон захватил участок федеральной земли То есть свалка разрослась, захватив соседний лес Говорить о нанесенном ущербе для экологии в администрации не хотят И мэр, и эколог от этой темы отстраняются Две недели дымотлеющей свалки при попутном ветре распространяется до жилых микрорайонов города Соседние коллективные сады при попутном ветре накрывает волна дыма А горит, между прочим, свалка Пластик и другие материалы, непригодные для сжигания В частном секторе нельзя сжечь пластиковую посуду, так как это наносит ущерб экологии А вот горение свалки проблем для чиновников, видимо, не создает В настоящее время ситуация с горением свалки близится к завершению Совершенно неясной причины негативного воздействия на окружающую среду И лица, которые понесут ответственность за произошедшее А вы говорите, мусорная реформа Я прощаюсь с вами В студии работал Евгений Анисим Смотрите программу «Что произошло» в эфире на телеканале КРИК-ТВ По субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам Полную версию ищите на канале КРИК-Ньюс Краткую версию смотрите по субботам в 11 Москвы На канале Реальная журналистика Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37 Пишите письма, ищите на соцсетях Добавляйтесь в друзья Сообщайте новости Увидимся через неделю